Швейная машина Typical GK6150H. Швейная машина обрывает верхнюю нитку и делает пропуски. Будем смотреть петли образования. Ну, это я смотрю обязательно, как у нас образовывается петля на толстой иголке, на толстом материале и на самом тонком материале. При напуске петли иголка должна заходить в самую расширенную часть образовавшейся петли на иголке. Это должно быть сделано с учетом того, что у нас отверстие в игольной пластины большое. Лапка у нас идет с большим отверстием. Ну, в данном случае вот из фторопласта лапка здесь с большим отверстием и с маленьким отверстием. Значит, маленькая лапка с маленьким отверстием. Вот мы поставим на тонкую иголку. Эта лапка у нас будет стоять на толстой. Значит, мы сейчас ставим толстые нитки. Ставим толстую нитку тридцатку. Здесь вот написано нитка тридцатка. Так, ну и я взял джинс толстый, положил в шесть слоев. Беру нитку под лапку. Опускаем лапку. Ну и будем смотреть петлеобразование. Кручу шкив. Вот иголка опускается в крайнее нижнее положение. Поднимается. Видите, справа и слева образуется петля. Это напуск петли. С правой стороны в петлю вот заходит челнок. Значит, челнок заходит в петлю выше от ушка иголка на 2,5 мм. Вот если я вот так вот поставил, видите, вот зазор. В расширенную часть. Но он заходит в нижнюю расширенную часть. Это я сделал с учетом того, чтобы у нас на тонком материале образование петли происходит слабее. С учетом того, чтобы на тонкой нитке образовывалась петля. 2,5 мм от выше ушка иголки это средний вариант. Можно, конечно, в зависимости от материала делать чуть позже заход, чуть раньше заход. Это уже специфические материалы. Но в основном выставляется так. Вот у нас образование петли. Так, здесь берет идеально просто. Петля хорошо образовывается. Все. Бывает нитка крученная, и она скручивается при образовании петли. И поздний заход, пока носик челнока дойдет до петли, нитка уже может скрутиться. Из-за этого могут быть пропуски. Так, теперь я поставлю тонкую иголку на 80, и также тонкую ткань. Так, ну и я вот ставлю тонкий трикотаж. И потом попробую вот такую прозрачную штучку. Ставлю под лапку, и мы проверим на этих двух тонких материалах, как у нас образовывается петля. Так, ну я этот материал поставил в одно, чтобы он был потоньше. Этот трикотаж. Так, смотрим, образование петли. Иголка в крайне нижнее положение, и вот носик челнока подходит к иголке. Видите, носик берет петлю. Еще раз. Ну вот видите, петелька у нас слабо образовывается. Видите, вот если я повторно это сделаю, то сейчас вот петля хорошая образовывается. А первый, нужно первый по первому к стежку смотреть. Шкив назад не к руки. Вот, проходит, проходит, проходит. Видите, вот. Петелька образовывается, да. И нитка ее возьмет, ну, как бы на грани. Носик челнока, он выше, так же, на 2,5 мм, выше от ушка иголки. Но нитка так сильно не раскрывается. Значит, эта лапка стоит на толстый материал с большим отверстием. Сейчас я попробую поставить лапку с маленьким отверстием. Вот видите. Так, ну и вот я поставил прозрачный материал. Смотрим, петли образования здесь. Вот, раз. Смотрите, как здесь хорошо петля разворачивается. Кажется, материал и тоньше, но он просто плотнее. И нитка об него хорошо соприкасается. И иголка не тянет за собой материал вверх. Вот из-за этого и получается хорошее петлеобразование. Видите. А на трикотаже это петлеобразование хромает. Вот, видите. Прекрасная петля образовывается. Здесь нормально. Так, ну и теперь попробуем поменять лапку. Это была лапка для толстых материалов с большим отверстием. Так, ну и смотрите. Я поставил в одно трикотаж наш на вот этой лапке с большим разбитым отверстием. Видите. Таропластовая лапка. Значит, здесь петлеобразование было плохое. Еле-еле образовывалась петля. Значит, смотрим, что сейчас. С маленьким отверстием. Вот, первое. Смотрите. Вот, видите, какая петля образовывается. Вполне достаточно. Видите разницу в петлеобразовании. Если материал поставить еще тоньше, то петля будет образовываться нормально. Значит, обязательно нужно менять лапки. На тонкий материал ставить лапку с тонким отверстием. Ну, а вот эту лапку, здесь она, видите, совсем разбита иголками. Ну, для толщины это потянет. Для тонких материалов это, конечно же, не пойдет. Вот такое петлеобразование. Значит, я вам должен сказать, что по петлеобразованию мы определили, что у нас петля образовывается хорошо. Значит, машина должна работать без пропусков. Так, ну что, сейчас собираем челнок, поставим машину на сервопривод и будем пробовать, как машина работает. Обучающие видео по швейной машине Типикл. Как сделать заводскую настройку игловодителя. Как установить и отрегулировать челнок. Как отрегулировать эксцентрик продвижения. Ссылка на такие обучающие видео в описании под видео. Такие регулировки подходят ко всем швейным машинам такого типа. Так, ну что, оставляем иголку 80-ку и тонкую нитку. Так, ну и ставим сетку челнока. Обязательно проверьте, вот здесь вот есть такие разрезы. Это для масла. Вот видите, здесь мусор тоже позабивался. Вот это нужно прочистить. Сюда масло распыляется, попадает и разносит по челноку. Значит, здесь должно быть все чисто. Так, ну что. Ставим сетку челнока. Челнок проворачиваем вот так вот. Носик челнока должен быть вниз. Вот эта часть в сетке челнока должна стать в установочный палец. Я вот так вот вставляю и теперь беру, прокручиваю шкив. Ищу место, чтобы сетка челнока села в посадочное место челнока. Вот она у меня села. Все. Теперь ставлю крылышко. Так, здесь проверяйте, чтобы не было мусора. Чтобы у нас было прилегание. Здесь на крылышке тоже просмотрели, чтобы не было мусора. Так, ну и я хотел еще сделать смазку. Значит, вот сюда вот, вот эти вот части здесь вот так вот поверните. Здесь вот этот поясок. И сюда можно капнуть масло. Крылышко ставлю. И мне нужно завести его вот сюда, вот под вот эту вот пластину верхнюю. Значит, завожу вот так вот, вот стало. Так, винтики наши. И нужна капсульная отвертка намагниченная. Обязательно, потому что без магнитной отвертки как-то плохо работать. Чтобы не потерять винт. Все аккуратно. Вот так вот. Так, чуть-чуть. Даже не затягиваем. Чуть-чуть только придавили. Винт. Так, еще винт. Не затягиваем. И третий винт. Так, теперь затягиваем средний винт. Здесь уже отвертку взял капсульную, но помощнее, чтобы можно было подтянуть. И потом крайние винты. Сильно тоже переусердствовать не нужно. Так вот, подтянули все. Так, здесь готово. Так, ну и проверим шпульный колпачок. Так, нитка здесь есть. Смотрите, шпульный колпачок с подпружиненной пластиной. Здесь стоит противоинерционная пластина. Вот такая вот пружина. Здесь вот мусор есть. Его нужно поубирать оттуда. Здесь есть специальная позиция. Она не просто так ставится. Здесь вот есть в ней вырез. Вот здесь вот в пластине специально под вот этот хвостик наш. Видите? Она должна ставиться только в одном положении. И здесь вот пружинка, она заходит вот сюда вот ставится. По-другому ставить нельзя, потому что она не станет. Ну, вот так вот. Значит, это пружинка противоинерционная. Если при резком останове машина останавливается, то шпулька по инерции не набегает. И если шпулька будет набегать, то она может обрываться. Нитка идет нормально. Шпульный колпачок должен защелкиваться. Поставили, щелк и защелкнуться. И вот этот хвостовичок, он не должен болтаться у вас. Если он не защелкнется и будет болтаться, значит, работать нельзя. Нужно смотреть, там пружинку может почистить, профилактику шпульному колпачку сделать. Так, ну и я вот здесь вот прокапаю немножко. Тут фитиль немного смажу. Так, ну что, здесь все. Ставим машину на двигатель.